В Москве продолжается 17-я международная выставка и конференция по транспорту и логистике «Трансроссия-2012». Там работает наш корреспондент Павел Орлов, которому я и передаю слово. Одна из наиболее обсуждаемых сегодня тем не только на форуме, но и на всем рынке железнодорожных грузоперевозок – это формирование нормативно-правовой базы в рамках завершающего этапа реформы отрасли. Ключевые документы, которые бы навели порядок на рынке, либо уже вступили в силу, либо проходят последние инстанции. 258-й приказ Минтранса должен исключить возможность заторов на сети железных дорог. Постановление правительства номер 1051, с одной стороны, позволяет в случае острой необходимости запросить подвижной состав у оператора, с другой – на собственника вагонов. Это действие не распространяется. Перевозчик сегодня без вагонных парков. И мы видим, что эффективность пока очень слабая. И я бы хотел сразу подчеркнуть, чтобы никто не перейдет в факты, чтобы это было воспринималось как необходимость. Эффективная работа сегодня перевозчика – это успех бизнеса, безусловно, и грузовладельцев, и грузоотправителей. Но и, безусловно, это важнейшая экономическая составляющая людей, вложивших свои деньги в огромные миллиарды приобретения вагонов и парков. Меры, принимаемые регуляторами, тоже пока не могут в полной мере ответить на все проблемы конъюнктуры. В преддверии вступления России в ВТО необходим комплексный подход. Это соблюдение баланса интересов субъектов регулирования и пользователей их услугами, обеспечение возврата средств, вложенных в объекты инфраструктуры, включая стоимость даемных средств, соблюдение недискриминационных условий доступа к услугам естественных монополий в сфере железнодорожного транспорта и развития конкуренции на рынке железнодорожных транспортных услуг, и сохранение единой системы тарифов, которые действуют на линиях инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. Пока говорить об эффективности принимаемых мер для стабилизации ситуации на рынке железнодорожных грузоперевозок рано. Видимый эффект после принятия новых правил игры, как считают эксперты, наступит не раньше следующего года.